Ты говорила, что к тебе кто-то приходил, клиент сказал, что всю жизнь хотел играть на музыкальном инструменте. Представляешь, у меня тоже такое было. Мне было где-то 6 лет. Я хотела пойти учиться в музыкальную школу. Это было в Москве. Меня родители отвели и сказали, что убирайте его куда-то подальше от музыкальной школы. И как-то всю жизнь было какое-то такое чувство, что вот чего-то не хватает. И я встречалась в своей жизни, с некоторыми знакомыми, которые уже в 20-30 лет стали, например, заниматься игрой на фортепиано или, например, стали заниматься вокалом. Вот скажи, пожалуйста, для тех, кто слушает нас и для тех, кто думает, что, предположим, им медведь на ухо наступил, да, как это говорится. В Венгрии, кстати, занимается, их система образования музыки занимается и с теми, у кого нет абсолютного слуха. Можешь ли я что-нибудь такое позитивное сказать по поводу того, как можно развивать свой внутренний ритм, даже если, например, нет какого-то идеального слуха? Тут не нужен идеальный слух. Тут самое интересное, что, ну вот, ты была у меня на занятии, да, и там структурно, то есть там подход, у некоторых, возможно, это становится таким открытием, что там структурный подход, и можно действовать как, ну, как инженер, да, что делай раз, делай два, делай три, то есть просто произнося какие-то звуки. Ну, например, через варган там один из главных принципов, вот, пожалуйста, у нас там первое занятие, да, один из главных принципов, это когда мы произносим звуки, слоги, но убираем голос, например, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, и варган такой гениальный инструмент, что тут вообще не надо музыкального звука, звука, слуха, потому что ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля может произносить любой человек, там, трехлетний ребенок, да, вот, и просто на базе этого принципа мы дальше там переставляем как кубики, создаем мелодию, композицию, и люди звучат через, там, 30 минут после того, как даже взяли первый раз варган в свои руки. Для меня очень важным является тот человек, с кем ты идешь, и как раз вот если говорить про учителей, дай бог им всем здоровья, да, потому что это правда люди, которые ведут, и на мой взгляд тут хорошо бы было найти того педагога, который вам прям вот близок по той методике, которую он ведет, потому что, ну, повторюсь, что все люди разные, да, кому-то нужен режим, а кому-то нужен, ну, такой подход более, как бы, заботливый, более бережный, более такой чувственный, так скажем, да, потому что, ну, у меня, сейчас, мне почему-то тут, знаешь, какую историю хочется поделиться, она очень трагичная для меня была в свое время, но мне кажется, я на базе этой истории своей личной начала учить людей вот именно с таким подходом от Великого Фонаря. Я училась, я сказала уже, что я из Якутии, я училась в художественном классе, то есть с 5 по 11 класс я училась в художественном, у нас было 7 уроков ИЗО в неделю, то есть это достаточно много для детей, по 40 минут, 7 уроков было в неделю. И мы, естественно, большинство думали, что мы пойдем в художники, мне пророчили архитектуру, у меня было там гран-при по республике на Олимпиадах, и мне пророчили архитектурную карьеру, у меня это, ну, классно получалось, мне это нравилось. Ну, и я продолжала рисовать. И я благодарна своей учительнице Нине Александровне Киринской, потому что нам было запрещено срисовывать. Мы все брали из воображения, мы все брали, вот нам просто говорили, тема космос, и вот ты как хочешь этот космос, так и рисуй. Тема осень, все, что хочешь, что рисуй. Нам запрещено было срисовывать, мы не рисовали никогда, вот как, знаете, там, яблочко, кувшинчик, тканюшечка, и вот ты сидишь срисовываешь, да. Дальше, в чем трагедия лично моя была? 11 класс, мне надо было поступать в художестве, ну, то есть там по-любому профильные предметы, это там живопись, рисунок, надо сдавать, неважно, если даже ты на архитектора идешь. Но мы никогда не срисовывали, мы рисовали все вот из воображения. И причем мы при этом занимали, у меня там первые, вторые места, третьи по республике. То есть наша работа учительница отправляла, знаете, что самое интересное? Вот я счастлива вообще от своей учительницы, мы не знали, что она отправляет наши работы на конкурс. Она говорила, например, тема, ну, пусть от космоса, это тот же самый, мы нарисовали, она брала, клала это все в посылку и отправляла в Якутск, в столицу на конкурс. И мы потом постфактум узнавали, что мы там где-то победили, там вот это вот. И дальше, значит, учителя договорились с главным художником Якутии, царство ему небесного сейчас. Мне долгое время больно было про это говорить, сейчас, слава тебе, Господи, жизнь как-то вырулила, да, и показала, что дружок. А этот урок нужен был вот для этого. И, значит, директор школы договорилась с главным, не с главным, заслуженным художником Якутии, он жил у нас в городе, что он возьмет меня и мою одноклассницу в свое шефство и подготовит с января, там, по мая для поступления в университет. Мы приходим к нему, а мы до этого там, ну, может, один раз нас учительница посадила, мы нарисовали там яблочко, кувшинчик, тряпочку, мы никогда не рисовали, несмотря на то, что с пятого по одиннадцатый класс художники, да, никогда с натуры не рисовали. Ну, нарисовали, как могли. Я помню, я прихожу, и он берет, вот так смотрит на наши работы. Вы, говорит, вы никогда, лично мне, говорит, ты никогда не поступишь, ты никогда не будешь художником. Вот так надо рисовать. И показывает мне работы, я как сейчас помню, художественная академия Санкт-Петербурга. Он мне показывает работы тех студентов, у него дочки там учились. Бесспорно, они, конечно, потрясающе нарисованы. И он нас расчехвостил в пух и прах. Он просто, он мне прямо говорил, ты никогда не будешь художником, ты вообще, у вас нет шансов поступить. А это, и я стою, и я понимаю, что мои пять лет просто коту под хвост, и если мне, уважаемый мной человек, такой, у меня случилась истерика. Я пришла домой, я выкинула все свои работы, я кричала, что не пойду я ни в какой художественный вуз, пошли все нафиг. Мама вообще не понимала, что происходит, она звонит директору школы, что случилось. Они меня уговаривали два месяца. Я говорила, что я выкину сейчас все свои краски, я выкину сейчас все свои кисточки, я правда там выкидывала, вот, что все, это, это прям, я вот сейчас, но сейчас мне все равно немножко замирает, да, потому что действительно, и мне 16 лет было на тот момент, в общем, два месяца со мной разговаривали все учителя, пытались меня там вернуть, как говорится, к рисованию. В итоге, что происходит дальше? Это, как говорится, пути Господни, да, случилось наводнение у меня в городе, у меня, ну, это совсем, это другая история, у меня, нас эвакуировали сестрой на вертолете, мы жили три дня там в армейских палатках, спали на елке, на елках, нам давали банку тушенки, четыре кусочка хлеба, наде, то есть, это еще одна трагедия, случилась прямо в мае сразу, и все наши рисунки утонули, вся наша школа, наша школа затонула, там по второй этаж затопило, дом у нас, у меня папа выбежал в трико и в тапочках, я осталась в спортивном костюме, мама там в халате, в куртке в какой-то, ну, короче, кошек, мы кошек спасли, машину спасли, одно одеяло успели схватить, и все, и дом наш целиком утонул, и родители, когда копили деньги на мое образование, ну, я думала, что в архитектурный, то мы остались без всего, эти деньги пришлось вложить, вложить, ну, хотя бы в одежду, хотя бы в какую-то крышу над головой, и мама сказала, Наташ, ну, делать нечего, поехали в Чувашию, там, значит, родственники, будем поступать в такой вуз, какой найдется, и там был, это Чувашский государственный университет, один из самых лучших, ну, в Чувашии, и там была специальность дизайн, а у меня вот эта травма после этого художника, я делала, я вот выходила с трапа самолета, вот так рыдая, я кричала, я не хочу быть художником, пошли все нафиг, в итоге, что делаю, я сейчас ускорюсь немножко, да, в истории, я делала все, чтобы не поступить, родители не знают этого, ну, потому что они реально переживали, переживали, я делала, вот если говорят, что кто-то волнуется, я делала все, чтобы не поступить, потому что мама, глядя на мои слезы, спасибо маме, мама тоже царство небесное, она сказала, что я не могу смотреть на твою истерику, если ты не поступишь, то тогда мы поедем в архитектурную академию, ну, в другой город, там, в Новосибирск, это, ну, понятно, для ребенка это зеленый свет, нужно что делать, не поступить, я сдала русский на два, я тест вот так вот заполнила, через пять минут я вышла из аудитории, получила два, была счастлива просто, и дальше были профильные предметы, русский живопись, рисунок, композиция, а там, ну, ты рисуешь, я же все равно не могу, как курица лапой рисовать, я рисую так, как рисую, у меня в голове четкое убеждение, что, ну, какой я там, это, расчехвостили меня, и в итоге была большая аудитория, там человек 80 или 100 было, я не помню, и говорят, сейчас мы назовем 16 фамилий, эти дети поступили, и я попадаю в 16 эти фамилии, говорят, остальных будем смотреть на конкурс на основе, но эти дети, короче, эти 16 фамилий на базе живописи, рисунки, композиции, ну, то есть на базе вот этих вот экзаменов, мама моя счастлива, я рыдаю, все. Она не понимает, почему ты рыдаешь? Я рыдаю, потому что мне сказали, что я не буду художником, потому что, что вот этот мужчина, заслуженный, да, художник Якутии, сказал, что, слушайте, вы с такими способностями, но не поступите. Знаете, что самое интересное, друзья мои, хочется сказать? Моя одноклассница продолжала к нему ходить, я сказала, что нет, это, ну, я не пойду. Моя одноклассница продолжала к нему ходить, она не, она поехала в другой город, она не поступила, она не поступила в художественное, она пошла на эколога, а я поступила со своим, я знаешь, как вот, я вот так упиралась, мне кажется, всеми четырьмя там руками-ногами в дверной косяк университета, нет, но почему-то у вселенной на меня были другие планы, и, друзья мои, тоже хочу сказать, у меня красный диплом. Поздравляю, поздравляю. Это потрясающе, что ты рассказала. Я, я работала, я работала в парфюмерии и косметике большой, в очень известной, крупнейшей российской. Дальше я работала 11 лет, я проработала главным дизайнером международной компании Nestle. Моя любимая компания, моя любимая команда, люди, с которыми я работала, шарики Nesquik, хлопья фитнес, там, звездочки Косместарс, это те упаковки, которые делались вот этими вот руками, которые продавались по всей России, странами СНГ. 30 декабря, я приняла, в 2022 году, я приняла решение покинуть компанию и двинуться уже другой дорогой, зеркало позвала, что называется, тренинг зеркало позвал, и я следую за тем путем, который открывается. И на базе вот этой моей трагиции, через 5 лет, после того даже, мне даже красный диплом вручали, и у меня и то не было ощущения, что я там настоящий художник. Это вот, это вот оно, ну, оно как бы сейчас, понятно, на базе опыта, что я там единственный дизайнер в компании Nesquik, это был прецедент на уровне компаний. То есть, ну там, чтобы там, я благодарна людям, которые там договаривались, со Швейцарией, ездили туда-сюда, куча переговоров было, чтобы в России завели, подменял вот эту, ну, как бы единицу. Это был огромный путь проделанный. И когда я уже, и когда я уже такая, знаешь, Вселенная, ну, ладно, все, я успокоилась, хорошо, я художник, я дизайнер, хорошо, хорошо, да, и на базе вот этого опыта, это длинный ответ получился на твой вопрос, но это ровно с творческой стороны, да, так как я творческий человек, поэтому я искренне, это знаешь, я знаю, что вы чувствуете, я знаю, что вы чувствуете, когда вам сказали тогда, что у вас нет слуха, я знаю, что вы чувствуете, когда вам сказали, что медведь на ухо наступил, и так далее, я просто знаю, что вы чувствуете, и я точно знаю, что можно по-другому, я точно знаю, что если захотите, да, если вот этот микро шажок еще сделать, вот в эту свою, ну, не то что мечту меня получается меня вселенная за шкирку взяла дружок мы сейчас докажем обратно да пофиг что тебе сказали вот и когда ты вот следуешь вот этому импульсу она она является для меня опорой да вот если говорить про это вот это вот сила внутреннего ритма сила внутреннего звучания она является она для меня благодаря да это такой болезненный урок был как для ребенка в тот момент да она для меня сейчас мощнейшая опора которая позволяет мне учить людей так как я так как я чувствую и если как говорится по пути по пути не по пути найдутся есть еще много с кем по пути в обоюдные стороны поэтому для меня сила внутреннего ритма это конечно же является такой фундаментальной опорой собственного звучания того как я искренне считаю что каждый человек талантлив искренне убеждена в этом вот просто ну вот когда-то порой некорректно да некорректно сказанные фразы они немножко на прикрыли эту дверку ну а сейчас пришло время и открыть наташка классно что ты смогла ее открыть несмотря на те слова я была на огромном количестве различных тренингов в основном москве у тони робинса была на одной его программе даже не да не на одной вот на одной программе в лондоне и знаешь и я знаю какое количество людей работают со своими установками негативными установками на тренинге у владимира виноградова я была на пяти его тренингах по 10 дней под москвой в мещури или там в других местах и и ты знаешь и там действительно вот одно одно предложение которое кто-то сказал вот мы просто занимались каким образом можно вот эту негативную установку которая нас сидит каким образом ее можно но не обязательно что полностью перевернуть да там говорят у тебя нет никакого таланта у меня все таланты есть это может быть не так но каким образом это немножечко перефразировать и каким образом заменить эту установку и тогда просто жизнь будет другая и тогда можно идти может быть какой-то другой своей мечте но легко и радостно я тебе хочу сказать что после того как музыкальную школу меня не взяли но я сказала ну ведите тогда в художественную школу и я занималась пять лет в художественной школе в самой лучшей тогда в москве у меня даже какая-то моя картина выиграла конкурс и поехала в индию и вот хочу тебе показать у меня лет 10 назад было хобби рисовать фужеры рисовать стаканы вот это я сама разрисовывала у меня огромное количество фужеров которые я рисовала даже лет 10 нет 15 уже 15 назад я в америке выставлялась в одной галерее представляешь и и показывала им каким образом рисовать это то есть то что ты говоришь что в каждом человеке есть талант мне тоже так видите что в каждом есть таланты например может быть я не стала талантливой в области музыки хотя обожаю ходить в оперу на прошлой неделе была на опере война и мир в будапеште поставили несколько недель назад в оперном театре и ухожу туда так что я получаю от этого наслаждения и так думаю что это важно это важно